Игра получилась така, что в большей части примечном владели мы, команда соперников пыталась за счет быстрых и длинных, за счет быстрых атак или длинных передач выходить в оборону. Но хорошо, что мы сумели забить в концовке и у нас еще самое важное, игра впереди. У нас игра через два дня на третий, так что будем готовиться, восстанавливаться и будем готовиться к следующей игре. Вопрос есть у вас? Руслан Габеевич, а именно из-за этого графика не было ли у вас переживаний, что именно ваша команда сдастся в конце физически? Мы провели анализ и большая группа футболистов была в хорошем состоянии. Да, есть определенное беспокойство сейчас по поводу домашней встречи, что мы все сделаем и медицинский персонал, и тренер по физической подготовке, и все из-за того, что будет в первую очередь думать о том, как восстановить команду в предстоящей игре. Еще один вопрос. Иван Маевский сегодня часто менял позицию. Можно ли сказать, что именно он взял на себя роль свободного художника в отсутствии Ильи Максимова? Я думаю, не согласен. Здесь тройка игроков средней линии, они так периодически менялись. Кто чаще, кто меньше оказывался у чужих ворот. Спасибо. Александр Иванович, по замене Гасанова, в принципе, понятно было, что вам надо выиграть. Не было ли это рискованным решением, учитывая то, что удрали игрока из середины поля? Или вы видели, что с сегодняшним «Волгарем» может быть можно играть? Ну, сама игра подсказывала то, что игрок в середине, он оказался не то чтобы не нужен, но и там и так было достаточно игроков обороны. И мы получили ту функцию, которую выполнял Шамиль. Получилось, что он оказывался в той ситуации, где мог все то же самое сделать центральный защитник. И нам нужен был игрок еще ближе к атаке. И поэтому было решение выпустить второго нападающего. Потому что команда соперников села в оборону и середина, в принципе, она была не особо загруженной, что касается соперника. Поэтому второй нападающий нам нужен и второй игрок в линии атаки. А эмоциональная составляющая матча вас как-то не удивила. Вообще, если сравнивать с премьер-лиги, мне показалось, что сегодня какой-то вообще невероятный градус напряжения был или в принципе сопоставим? Ну, у нас получается, что за последние 3-4-5 туров у нас пошли все игры, такие напряженные. И весь чемпионат получается напряженный. Еще раз повторюсь, говорить сейчас можно о чем угодно. У нас еще впереди игра. После игры мы можем ответить на ваши вопросы. Спасибо.